В тот день Яна Трофимова с двумя маленькими детьми ехала домой из гостей. На кадрах регистратора видно, как автомобиль слетает в колею. А затем машину отбрасывает в ограждение. От сильного удара у девушки случилась амнезия. О том, что произошло, ей позже рассказывали дети. Когда вот это все произошло, ты к нам повернулась и спрашиваешь, с вами все в порядке? Это был испуг, там уже управления не было. То есть меня как за лужу вынесло, все, меня там снесло и уже я просто не могла управлять. Там я уже просто отключилась. После случившегося потерпевшую госпитализировали, дети не пострадали. Спустя 20 минут на этом же участке дороги произошло еще две аварии. Как нам сообщили в краевом ГИБДД, ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог сплошь и рядом. Причем и зимой, и летом. Статистика пугает. На территории Пианского края зарегистрировано 953 автоварий, в которых 100 человек погибло и 1237 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции, я отмечу, выявляют целый комплекс нарушений, которые находятся вокруг данного ДТП. Например, это отсутствие соответствующей разметки, не выставлено пешеходное ограждение для пешеходов. То есть расположена реклама в неустановленном месте с нарушением требования ГОСТ. Либо так называемое существует на дорогах ямы или выбоины. То, что авария произошла из-за плохого состояния дороги, Яне Трофимовой придется еще доказать в суде. По словам специалистов, шансы на это есть. Только вот придется запастись терпением. Например, наказать административно за неудовлетворительное содержание дорожного покрытия могут только инспекторы дорожного раздора, а не участник дорожного движения и не участник дорожно-транспортного происшествия. Это гражданский процесс. Это можно выиграть, подать соответствующий иск на возмещение ущерба эксплуатирующим организациям. Но это не изменит того, что вы будете признаны виновным в дорожно-транспортном происшествии. Сейчас в Госдуме обсуждают новый законопроект, предусматривающий суровое наказание для ответственных за состояние дорог, вплоть до уголовной ответственности. Так или иначе, документ будет вынесен на общее обсуждение только лишь в сентябре. Но даже если его и примут, долгих судебных разбирательств не избежать.